Это офисное здание, а вон сами цеха. Фасады они начали делать с той стороны, но основной все равно упор на оборудование. Это раньше был от мелирации завод, который делал железобетонные деревья. Трубы, колодцы, переезды, все, работал на мелирации. Но они его все забрали. Вот этот, да, сейчас посмотрим. Ну вот сейчас они и забрали. Это был единственный комплекс. Ну, забрали, пусть порядок приумножить. Завод не работал 10 лет. Процедура банкротства, 10 лет деятельность не производилась. Значит, крыши потекли, все потекло. Крышу ты сделал. Крышу восстановили на 100%. Полы тут шикарные. Вот я люблю такие полы. Все, что смогли, сохранили, да. Ну, это хорошая пола. Все, что смогли, сохранили, то сохранили. Подход хозяйский ко всему. Правильно. Ну, это делаешь, между стеклодом можно наездить. Это гипс, по-моему, я помню, модно было в своем времени. Что касается основных стеклов, восстановили крышу, сделали фасад с той стороны, с той стороны, для того, чтобы могли начать работать по распиловке древесины. Вот эта линия по распиловке древесины. Она может пилить в 600 кубометров смену. А продукция будет, выход, что-то, доска? Значит, здесь мы получаем просто обрезной пиломатериал. Просто обрезной пиломатериал. Дальнейшим для чего нам... Только распиленный, не строгали, ничего? Нет, здесь вот эта линия для производства пиломатериала. Все в автоматическом режиме, два оператора. Все получается от входа бревна, разворот, распиловка, фрезерывание, боковая доска. Значит, отходы автоматически перерабатываются от дробилки. И сито делят на фракции. Какая-то фракция идет на отопление. В дальнейшем планируем пилетный тоже завод ставить здесь линию. Кора и та щепа, которая не идет куда-то в строительство или пилеты, сжигается на, собственно, 5 мегаватт. Будем ставить два котла по 2,5. Будем ставить котельную свою, чтобы полный цикл был. Чтобы не было вплоть до переработки отходов. Здесь вложено уже порядка 10 миллионов белорусских рублей своих средств, компаний. В планах теперь нам строительство сушилок на тысячу кубометров. Значит, котельная. Сушилки отдельно будешь ставить или здесь? Нет, на улице. Здесь сортировка сухой доски. Она же тоже выторцовывается. Дальше производство уже на склейку, на ту линию, где будет производство домов. То есть, это завод просто по производству домов. А в дальнейшем мы планируем их сами и строить. Здесь дома, пилетный завод. Здесь что у тебя? Здесь задгрузка. То есть, мы планируем где-то один пролет. То есть, ты уже все просчитал, будет занято. Все прописано, да. Это вот это вот. Вот здание, церковь. Это все твое, да? Да. Больше тут нет ничего. Не, ну там подсобная, там мегаучасток. Делаем все, делаем устанавливаем для себя. Ну, хорошо. Мы подумаем. Но смотри, чтобы было все честно и надежно. Надо посмотреть. Это тоже будет ему поддержка. И пусть он создает здесь это производство. Но главное, ты продать должен. Ну, коль ты строитель, ты знаешь, что это главный рынок. Мы, конечно, с удовольствием будем покупать дома, если они будут конкурентоспособны. Так же? Даже здесь, в Коханово, им надо будет строить. Ну и по всей Беларуси. Построишь, покажешь, что это за дом. Ты рискуешь своими деньгами. У нас, мы готовы к этим еще 15% своих сейчас добавить. Мы же не останавливаемся, мы работы ведем. Сейчас по всему. Ну, дадим тебе участок, это и прочее. Поэтому кредит этот будет пониже. А то, что взял это помещение в порядок, приводишь и еще производство создаешь. Ну, молодец, спасибо. Мы поможем тебе. Вот такой вырисовывается кластер промышленный. Как-то достаточно. Вроде небольшой, но очень большой перспектив. Ну, отлично. Будет новая жизнь, как и в вас.